В организации города Пинска произошло 22 несчастных случая. При этом два из них с групповых несчастных случаев, один в результате ДТП, а другой произошел на сударем заводе, пострадало два человека. Также произошло пять несчастных случаев, относящихся к категории тяжелых. Остальные несчастные случаи не относятся к категории тяжелых производственных травм. В Пинском районе в прошлом году произошло 11 несчастных случаев. И в городе, и в районе наблюдается тенденция к снижению уровня производственного травматизма. Однако число травм с тяжелыми последствиями остается прежним. К счастью, в Пинске на протяжении двух лет смертельных случаев на рабочем месте не зарегистрировано. У большинства несчастных случаев, как и в позапрошлом году, так и в прошедшем 2023 году, в основном произошли при нарушении потерпевшими требования охраны труда, либо по личной неосторожности. Так, например, в одной из организаций работник менял лампочку в светильнике, поднявшись на приставную лестницу. Потерял равновесие и упал. В результате – перелом ноги. Учитель в одном из учебных заведений, спускаясь по лестнице, оступилась и упала с высоты собственного роста. Получила травму по личной неосторожности. Негатив вызывает то, что по-прежнему в статистике фигурируют факты полученных травм с тяжелым исходом в состоянии алкогольного опьянения. Такие несчастные случаи произошли в ООО «Валище», а в организации города Пинска – это ООО «Металл», где работник находился на строительном объекте в состоянии алкогольного опьянения 3,5 промилле. Желательно, чтобы периодически наниматели также проводили какие-то рейды, это в основном касается сельскохозяйственных организаций, строительных организаций, чтобы работники чувствовали контроль. В том числе их проводили освещение не только с утра, но и в рабочее время, либо по окончанию рабочего времени. Начальник инспекции труда и нанимателям, и работникам еще раз напоминает о том, что производственную и технологическую дисциплину надо поддерживать на таком уровне, который полностью исключает несчастные случаи и заболевания на производстве.